В Гомеле может появиться памятник братьям Лизюковым – Александру, Петру и Евгению. С просьбой об его установке к председателю облсполкома Владимиру Дворнику во время личного приема обратились родственники Лизюковых – Иван и Николай Афанасьевы. О чем договорились, знает наш корреспондент Марина Джалая. Бабушка Ивана Афанасьева была двоюродной сестрой Александра Лизюкова. Она первая начала собирать сведения о своих знаменитых родственниках. Встречалась с теми, кто знал их лично, искала архивные данные. Потом дело продолжил и внук. Результатом стало издание книги «Судьба командарма Лизюкова». На прием к губернатору отец и сын Афанасьевы пришли не только с просьбой об увековечении памяти их знаменитых родственников. Они привезли с собой полководческий орден имени Жукова, которым посмертно наградили генерал-майора Александра Лизюкова за вклад в победу над врагом в стратегических операциях 1941-1942 годов. Советский военачальник провел в самых сложных оборонительных боях около 13 месяцев. Погиб в битве в Воронежской области. Решение присуждения награды принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Такая величественная и трогательная история – единственная в военной летописи Беларуси. Из троих братьев, воевавших на Великой Отечественной, двое стали героями Советского Союза. Третий, Евгений, был партизаном. За три года войны все братья погибли, но память о них живет. Открытие памятника может стать настоящим подарком городу к 75-летию освобождения Беларуси, которое будет отмечаться в следующем году. Председатель облсполкома Владимир Дворник инициативу поддержал. Такого аккомпанирующего памятника, который бы раскрывал всю суть его подвига, служил бы брендовым местом нашего города, такого, конечно, памятника у нас нет. И учитывая то, что в этом году будет 75-летие освобождения города Гомеля, приближается 75-летие освобождения нашей республики от фашистских захватчиков, в настоящее время урабатывается вопрос на уровне эскизного предложения о том, чтобы такой памятник появился в городе Гомеле. В ходе беседы обсуждались разные варианты размещения памятника. Какие-то предлагали Иван и Николай Фанасьевы. Свой вариант высказал и председатель облсполкома Владимир Дворник. На одну из улиц отправилась наша съемочная бригада. Вопрос об установке памятника троим братьям будет рассмотрен в ближайшее время. В качестве площадки рассматривается несколько гомельских улиц. Например, там, название которой уже увековеченная память о наших знаменитых земляках. Улица имени братьев Лизюковых. Здесь же, в 36-й гимназии имени Мележа, сейчас находится одноименный музей. Как было туда не заглянуть? Кстати, родственникам знаменитого военачальника рада была не только администрация и учителя. С интересом общались с гостями и ребята. Вскоре звонок позвал старшеклассников на уроки. Но наша съемочная бригада задержалась здесь еще ненадолго. Мы услышали историю десятилетней давности, которую, однако, мало кто знает. Будучи в Воронеже, на месте гибели Александра Ильича, на поле, где растет пшеница, там открывали памятный знак на месте гибели командарма. И как раз в это время работала техника, старенькая, изношенная, зерноуборочный комбайн СК-4, Россельмаша. И была высказана идея, что как раз очень кстати было бы, чтобы здесь работал современный, мощный, зерноуборочный комбайн, который производится на родине Александра Ильича. И эту идею мы высказали Александру Васильевичу Гордееву, губернатору Воронежской области. Он ее сразу же поддержал, профинансировал эту работу. И все лимашевцы, они с большим энтузиазмом восприняли это поручение. И буквально в течение одного месяца этот комбайн был изготовлен и отправлен на поле. И сегодня он по настоящее время трудится на этих полях. Когда наша съемочная бригада и Иван, и Николай Афанасьевы вышли из гимназии, то еще раз прогулялись по улице имени братьев Лизюковых. Семейных историй, одна интереснее другой, оставалось еще очень много. Они тесно и логично переплетались между собой. Не покидала мысль, что обо всем этом можно смело снять не сюжет, а целый фильм. Это очень дорогое место в городе Гомеле, улица, которая носит имя братьев Лизюковых, школа, построенная здесь. И в торжественном открытии школы принимал участие сын Александра Лизюкова Юрий и моя бабушка. Это очень дорого и по-человечески очень дорого. Ну и, конечно же, память должна быть живой, память должна развиваться, память должна прирастать. Поэтому, конечно, было бы очень правильно, справедливо по отношению не только к братьям Лизюковым, но и ко всем героям Великой Отечественной войны, если бы в Гомеле, конечно, появился скульптурный памятник всем трем братьям Лизюковым – Евгению, Александру и Петру. Услышав только малую часть из этой трагичной, но такой красивой семейной летописи, невозможно остаться равнодушными к продолжению этой истории. Мы будем надеяться, что в ближайшие годы в нашем прекрасном городе появится еще одно великое памятное место – памятник троим братьям, памятник мужеству, силе и героизму наших гомельских героев. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели.